1200, я помню, за фотографии, я такая Как ты привлекла 30 тысяч подписчиков в свой блог? Каким образом тебе это удалось? 40 Я обрабатывала фотографию для Валентина Юдашкина Как тебе удалось реализовать свою формулу успеха? Вы как бы талантливый ретушер, а сейчас вы бухгалтер, ну давайте попробуем Заработать все-таки 25 миллионов Аватар тоже как бы не сразу снимался Я всегда говорю, ваши друзья, если вы донесете им ценность себя и ценность своего продукта, первое, ваши клиенты Всем привет, меня зовут Наталья Чекрина, и я наставник экспертов по продаже На моем канале вы можете узнать все о продвижении и развитии в социальных сетях А также о том, как продавать и как перестаться стеснять продаж Сегодня я пригласила на свой YouTube-канал просто шикарного эксперта в творческой профессии, в творческой нише Знаете, многие говорят, на творчестве много заработать невозможно Так вот, сегодня мы развеем этот миф Привет! Привет! Рассказывай, как тебя зовут, чем ты занимаешься? Привет, меня зовут Анастасия Воронцова Мне 29 лет, и я всегда говорю о возрасте, потому что мне кажется, это очень прикольно Я ретушер, профессиональный, уже со стажем 12 лет И также я сейчас эксперт продвижения творческих личностей в их раскрепощении И делаю так, чтобы они зарабатывали еще больше за счет своей уникальности Настя, я хочу сегодня узнать все твои секреты о том, как тебе удается делать такие шикарные результаты А именно, 25 миллионов оборота на творчестве, на той профессии, чем ты занимаешься Расскажи мне, пожалуйста, с чего вообще все началось И ты помнишь ли свой первый заказ, который ты получила как ретушер? Конечно В 2012 году, когда еще в основном не было никаких онлайн-курсов Я оффлайн купила свой первый, наверное, последний курс, прям такой, по профессии ретушер Точнее, нет, даже не профессия, а просто по тому, как ретушировать свои фотографии Мне тогда посоветовал мой друг, я хотела быть фотографом И он сказал, пожалуйста, Настя, сначала на ретушь, а потом на фотографии Потому что ты потом будешь это все ретушировать, чтобы ты была круче всех Я такая, окей, заметно Получилось так, что я закончила этот курс, так и осталась в ретуши фотографий И, собственно, так началась моя профессия Я уже начала ее сама изучать, монетизировать Когда ты ничего не знаешь вообще, как работать с клиентами Какие бывают вообще жанры Ты просто видишь, что печатаешь в журналах и хочешь так же Ну, пока ты не умеешь Ты хочешь, ты смотришь, что печатаешь в журналах У тебя тихонечко текут слюни, ты такая, господи, в один день я тоже так буду И тут сразу наслаивается страх упущенных возможностей И страх того, что, наверное, никогда ты в этом не будешь развиваться Там же все-таки на другой планете, в Америке, там же, наверное, круче И вообще, кто ты такой? И получилось так, что постепенно, постепенно изучая эту профессию Я взяла один мастер-класс У меня зарплата была 20 тысяч рублей Мастер-класс стоил 17 500 Я такая Как бы надо, надо делать И потому что я этого хочу Отдам половину зарплаты А знаешь, я в этом мастер-классе Я поняла, что я делаю все то же самое, что я уже умею И я за счет этого мастер-класса поняла, что я все делаю правильно И мне это добавило очень много сил Я такая, Настя, просто делай Мне тогда очень нравилась фэшн, красота Я, знаешь, еще такая девчонка из деревни Такая, которая туширует фотографии И вот постепенно, постепенно Я помню, что получила свои первые заказы Потом я начала печатать в постепенном журналах Вот расскажи про крупную печать в журнале Когда это было, в этот момент Что ты испытывала, когда ты открыла глянцевый журнал И увидела свою работу, там, фамилию, имя, Настя Как у тебя фамилия? Воронцова Настя Воронцова Что ты в этот момент ощутила? Потому что вот та девочка внутри, да? Которая тогда только мечтала об этом Сейчас это стало реальностью Это вообще очень классная история Расскажу сначала про первую заказку Потому что я думаю, что у всех была вот эта вот первая история Я помню, что отретушировала фотографии Сидела за одной фотографией три часа Такая, все знания нужно выплеснуть просто на эту фото Все, что я знаю Я помню, что я делала один кадр три часа В итоге я все это сделала Приношу заказчику Он такой, Настя, что ты там делала три часа? Я говорю, ты что? Я говорю, я там делала все, что я знаю Он такой, вообще, может было за пять минут все это сделать Вот, и как бы все И тут мне протягивает 1200 Я помню, за фотографию Я такая, убери эти деньги Я говорю, это же творчество, оно же бесплатное должно быть Вот, и в итоге я помню, что у меня сломался стереотип Что я могу за это брать деньги Что эта профессия существует И вот на протяжении многих лет я поняла, что это не просто творчество Во-первых, я могу из этого сделать профессию Монетизировать, брать за это деньги И вообще, как бы меня любят и уважают И я нужна как специалист Потому что мне начали писать Типа, Настя, пожалуйста, я хочу поработать с тобой Потому что, знаешь, почему вообще начала раскачиваться моя профессия И я начала быть востребована Потому что я была заинтересована в этом Мне это было пипец как интересно И вот постепенно-постепенно я выходила в журналы Какие ты эмоции испытала, когда увидела своё фото, которое ты ретушировала в журнале Свою фамилию там Эта история, есть две истории Первая история как раз про первого клиента И вторая история, когда я увидела свою фотографию Не зная, что она вообще там есть В журнале Vogue France Я такая, в смысле, это со мной происходит? Был такой случай Я ждала свою подругу на работе в студии Когда она закончит ретушировать фотографии Я такая, дай-ка Вот моя рука потянулась именно к этому журналу Дай-ка полистаю Потому что очень важно при ретуши фотографий вдохновляться И также себя окружать очень важными вещами То есть всё, что ты смотришь, ты везде вдохновляешься Вдохновляешь свою ретушь И в общем я листаю Такая просто такая, сижу такая Листаю, листаю И такая просто, в смысле То есть там месяц назад я обрабатывала фотографию Для Валентина Юдашкина Я взяла именно этот журнал Потому что мне просто было нечего делать Я там ждала ей 15 минут, свою подругу И тут я вижу свою работу То есть знаешь, у меня как Немножко такой был ступор И тогда опять же я обожаю Вообще ломать стереотипы в своей голове И я такая Ну раз уж так, как бы То я могу продолжать и дальше И я могу, не знаю, свою работу опубликовать Для ещё журнала какой-нибудь круче Или вообще я могу уже быть каким-нибудь частным ретушёром Кайли Дженнер с Ким Карадашьян То есть я такая поняла, что, блин, вообще всё возможно И ты даже можешь этого не ожидать То есть за тебя уже всё сделалось Я такая, блин, что я вообще суетная такая В общем, это было очень классно Знаешь, такой просто экспириенс жизни Такой, ну раз уж так, окей, поехали дальше Раз уж так, значит теперь всё возможно Теперь все дороги открыты Да, я могу это не контролировать, понимаешь То есть мне клиенты скидывают работы Я даже не знаю, куда они впадают Он такая Это была я Потом пора собирать эти все работы Знаешь, где-то досочку почёта такую повесить Вот все журналы, где печатались мои работы Да, да Я знаю, что сейчас уже ты обучаешь Новой профессии ретуши И вообще вдохновляешь огромное количество людей На то, чтобы изменили свои жизни На то, чтобы увидели новые возможности Которые даёт им эта профессия Расскажи, как вот терому кардиналу Который всегда стоит за кадром фотографа Удалось уже сейчас сделать такие крутые результаты Печататься в журналах известных Обучать людей И обучать не просто там, знаешь, двух-трёх человек А с огромным оборотом 25 миллионов рублей Как? Есть какой-то у тебя, может быть, секрет успеха? Формула успеха твоя? Я поняла, что можно самому выбирать путь своего развития Ты можешь выбрать тяжёлый путь или лёгкий путь Вот как ты хочешь развиваться Я выбрала лёгкий путь Потому что мне это было всё действительно интересно И само собой так получилось Что я стала крутым специалистом в своём деле И люди начали мне писать Вот, Настя, меня посоветовали тебя Я хочу обучаться Блин, мне нравится, что ты делаешь А можно я тоже научусь? И такая, да, конечно Почему бы и нет? И я как раз начала делать свой блог И просто рассказывать людям, что существует такая профессия Что мне важно, чтобы вы всё знали, чем я занимаюсь Я занимаюсь, и мало ли, вам тоже будет интересно Да и вдруг вы как бы талантливый ретушёр, а сейчас вы бухгалтер Ну, давайте попробуем Почему бы и нет? Раскройте свой потенциал, узнаете, что вы можете ещё Да, вы же, блин, вы же об этом не знаете по-любому Мало ли, блин, а вдруг прокатит И тогда как раз это был где-то 2017 год Когда люди начали писать его по поводу формулы успеха Очень важно понять, что тебе может это как бы понравиться И если тебе это нравится То ты вот на этой силе, на этом азарте Начинаешь брать больше работы И в удовольствие, ну, то есть работать эту работу Просто в удовольствие Первое как раз это делать то, что тебе нравится Второе, это идти в страхе Причём, знаешь, у меня такое не было, что Я такая, блин, господи, страшно клиенту написать Я такая, блин, а вдруг как бы я ему тоже нужна И знаешь, это был такой лёгкий мандраж Ну, типа, да, это новое, потому что этому клиенту я ещё не написала Ну, а вдруг я его выручу, я его выручу И это такой лёгкий мандраж в виде страха Тоже можно взять и обмануть, переплюнуть Это второе И третье, как равно, вам уже идут за это деньги И тут уже как бы творчеством заработаешь, потому что тебе это нравится Ты идёшь в страхе, потому что ты развиваешься И ты получаешь за это оплату Причём, чем больше у тебя азарта, тем выше у тебя будет зарплата, которую ты сам можешь регулировать на фрилансе Мне кажется, это самое вообще крутое Это вообще шикарно Настя, делись Как тебе удалось реализовать свою формулу успеха? Дело в том, что очень важно быть честным с собой То есть честно сказать себе, что, блин, вот я хочу вот так Я хочу реализовать вот это своё творчество Я хочу делать классные ногти, да, допустим Или открыть свой салон красоты Или стать каким-то неповторимым художником Потому что эта мысль у меня уже давно вертится И вот просто сядьте и поговорите с собой Честно, искренне И тут нет никаких шаблонов Нет правильного и нет неправильного И таким образом вы говорите миру Я здесь, я есть Поэтому давайте работать Аватар тоже как бы не сразу снимался Да, и это первый фильм вот в таком качестве, да В таком каком-то новом вообще, как это назвать Новой нише И аналогов нету Так кто сказал, что это неправильно или правильно? Блин, чувак, взял режиссёр Джеймс Кэмерон и воплотил свою мечту И теперь, блин, это самый кассовый фильм во всём мире Поэтому почему бы вам просто не попробовать? Круто Мы живём, мне кажется, ради этого Да, ребят, почему бы просто нельзя не попробовать что-то новое для себя Слушай, давай немножко поговорим про деньги Потому что я уверена, всем очень хочется узнать Как же так на творчестве можно заработать Да, ещё заработать всё-таки 25 миллионов Это не, знаешь, не 25 рублей Поделись своими инструментами с нами Как вообще привлекать аудиторию Как привлекать тех клиентов, которые нужны тебе Как дальше реализовываться Вот может быть какие-то там три таких топ самых классных Что тебе помогло сделать успешный запуск Что тебе помогло стать богатой, стать востребованной Стать реализованной Рассказывай Вообще есть три варианта развития в реальном мире творческого специалиста То есть от таких людей, которые занимаются ремеслом Я поняла на протяжении своего пути Что, во-первых, это очень классные востребованные штуки И их нужно реализовывать И почему бы самой себе не доказать Что творчеством реально можно зарабатывать Что это не только может быть хобби Тем более, что это можно сделать легко Не выбирая сложный путь Если вы творец Допустим, возьмем ретуш фотографии Да, ретушеры Мало того, что люди до сих пор в голове не понимают Что это отдельная профессия И можно зарабатывать большие деньги 100, 200, 300 тысяч рублей Или вдобавок к профессии Если вы хотите расти И вы уже зарабатываете на своем ремесле хорошие деньги Но нутро подсказывает вам, что нужно развиваться Знаете, когда вы становитесь больше своего тела И вам хочется расти То есть у вас такая потребность И не просто так Первое, что вы можете сделать Это либо организовать свою команду И быть там душевным директором Знаете, чтобы у вас была сила духа И вы могли также делиться своей энергией Своим мышлением Что, ребята, давайте делать красоту И есть такие люди, которые готовы за вами идти Допустим, в ретуши фотографии Это продакшн Или если вы открываете салон красоты И вы талантливый хейер-стилист Вы набираете людей Говорите миссию И вы уже как бы как директор Расширяете свой бизнес И зарабатываете таким образом больше Набирая также себе и ответственности Это вот про людей, у которых есть сила духа И те люди, которые сейчас задаются вопросом Наверное, у меня силы духа нет А вы как бы и не пробовали Второе, это как раз поднять чек на свои услуги Потому что на протяжении всей карьеры Вы понимаете, да, что как бы вы уже сделаны, так сказать, из камня И вы можете выбирать среди клиентов С какими вы хотите действительно работать И на протяжении карьеры Почему вы это начинаете понимать? Потому что запросов много, а вы как бы один И тут вы поднимаете свой чек И еще одно убеждение сразу же у вас рассыпается Когда вы понимаете, что есть клиенты Которые готовы платить больше за такую же работу И вы начинаете кайфовать вместе с ними Это прямо отдельное тело Работаете меньше Работаете с теми, с кем вам по кайфу С кем вы совпадаете по вайбу И таким образом получаете больше денег Вы начинаете больше себе позволять И третий рост, который я выбрала Ну и, наверное, прошла все Кроме команды Потому что я работала все время одна Я повышала свой чек И в итоге пришла к тому Тоже, знаете, это как-то меня привело Потому что когда ты человек востребованный Тебя все хотят Потому что ты понимаешь Что, во-первых, ты хочешь делиться И тут начинают тебя люди находить Настя, а ты обучаешь? Я говорю, да, обучаю И первое свое обучение я проводила в кафе Рассказывала полностью курс Еще тогда сомневаясь Что, господи, я же, наверное, не преподаваю Что они все от меня хотят И постепенно, постепенно развивался в этом Заработала за один месяц миллион рублей Чуть себя не похоронила Потому что поняла, что мне нужна команда Я не могу всем этим Это большая ошибка многих Особенно, кто начинается Я буду Я буду все Все деньги будут мои На самом деле, да, если вы хотите большого результата То нужна команда То есть нужно доверие И понимать в своей голове Что есть люди, которые в сайтах В продажах В подключении всех систем Шарят больше, чем вы И, в общем, я так нашла своего продюсера И мы сделали такой результат И, возможно, у некоторых есть мысль Что вот она нашла продюсера И всем начала втюхивать свои курсы Если вы талантливый преподаватель Если вы желаете действительно людям Подарить возможность Не капая им на мозги А именно давая своим примерам Классный пример Да, миссию То за вами придут сюда люди И будут хотеть ваше обучение И хотеть делать свою такую классную карьеру Поэтому почему бы и нет И, собственно, это все подтвердилось И у меня оборот 25 миллионов рублей в год И мы стремимся еще больше сделать Так и будет, 100% С твоей силой и уверенностью внутри По-другому быть не может Спасибо Скажи, пожалуйста, я уверена Что у многих сейчас в голове появился Просклинул такой момент Ты говоришь о востребовании То есть, когда ты становишься востребованной Ты можешь повысить чек Когда ты становишься востребованной Ты можешь запаковать свой продукт Как стать востребованной в социальных сетях? Что здесь нужно? Во-первых, нужно понять Что и принять тот момент Что социальные сети, они работают на тебя И там в основном делается все для того Чтобы ты поднял свою задницу И делал, допустим, контент Потому что никто о тебе не узнает Если ты сам не начнешь говорить о себе Ну, то есть, прям вот Важно к себе относиться Для того, чтобы быть востребованным И отделиться от конкурентов Кстати, у меня никогда не было убеждения Что вот вокруг конкурента Я, наверное, полный отстой Мы все настолько разные Настолько удивительные и классные Что я хочу со всеми дружить Да мне пять просто сейчас Да, убивать просто Такая Уйдите все Да чтоб вас Знаешь, бывают такие Подстрекала Ты думаешь Господи, а если на это время У меня, например, нету И действительно классно дружить Когда у тебя есть сообщество Таких же людей Думающих, как ты Это же обалденно И причем Был еще эксперимент Я понимала, что Те клиенты, которые у меня есть Они обращались к ретушерам другим Но настолько крайне мало Что обычно я была первым Ну, то есть Мы даже не пересекаемся Поэтому, ребята, не надо об этом думать Просто больше работать Так, давай Возвращаемся к тем фишечкам твоим Как стать востребованной? Я думаю, что здесь нужно идти Точнее, даже не идти А выделить для себя два пункта И сложить их Это иметь собственный стиль Свою уникальность Свою самобытность Писать свою историю И второе Это, конечно же, привлекать аудиторию Потому что Ты можешь создать страницу И о тебе узнают только ты сам Классная история Это прям точно актуально И про наш блог Я уверена, что все, кто сейчас смотрит Это важно Как ты привлекла 30 тысяч подписчиков в свой блог? Каким образом тебе это удалось? 40 Сори-сори В самом начале это были друзья Потому что у меня страница была своя Где я жарила шашлыки Выкладывала фотографии Там туда-сюда То есть сначала я начала просто говорить о том, чем я занимаюсь И люди, которые меня окружали Это вожаты, это друзья, это мои родственники Уже, по крайней мере, начали понимать, чем я занимаюсь То есть и среди них тоже были мои первые клиенты Потом, когда у меня уже была... Вот, это важный момент, ребята, смотрите Я тебя перебью здесь Очень многие говорят У меня в подписчиках только мои друзья Я всегда говорю Ваши друзья, если вы донесете ценность себя и ценность своего продукта Первая ваша клиент Да, у меня так была моя однокурсница с универа Которая также заработала около 100 тысяч рублей На том, что начала ретушировать для своих друзей же Моя же однокурсница, которая закончила у меня курс Да, у меня точно такие же истории Давай дальше Это великолепно Давай дальше, да, что было? Дальше я привлекала через Таргет У меня была команда И я помню, что это был не самый лучший Таргет То есть можно было бы получше Даже в этом случае я сделала хороший результат И потом уже пришли Рилсы Причем я такая Фу, Рилсы, ну как бы там уже обязательно нужно работать И по ходу дела мне Но оказалось, что это великолепный вообще инструментарий И за месяц, выкладывая каждый день Я сама взяла наставничество То есть, потому что мне важно в короткий срок получать обучение И сразу же это проверять Я привлекла еще 10 тысяч человек на узкую нишу ретушь фотографий Это просто боба Я еще такая, господи, ну если я вот так вот смогла То вообще Это же мечта Мечта всех, кто сейчас смотрит и такой Что? Рилсы работают? Реально работают? Да, да, сейчас у меня уже в команде есть Рилсмейкер Который мы вместе усиливаем результат И начинаем опять новую историю Супер И как раз первый вариант про стиль, который я говорила Который может выражать вашу уникальность Мне всегда очень нравилась Дита фон Тиз Это та самая женщина, которая из стриптизы сделала вообще шоу невероятное, красивое У тебя никогда не будет ассоциироваться это со стриптизом Я поняла, в чем ее уникальность Она всегда как раз хотела быть женщиной из сороковых Но при этом она не блондинка Она не загорает И она таким образом стала очень привлекательной И ты сразу понимаешь, кто это Вот, пожалуйста, поймите, что вам нравится Не бойтесь как-то отличаться Это же так интересно И не бойтесь отличаться своими вкусами и интересами Говорите об этом в своем блоге И таким образом у вас вообще не будет никаких конкурентов Да, слушай, это очень классная история Вот когда мы действительно не боимся Заявляем, находим свой собственный стиль Расскажи, что теперь ты делаешь Чтобы у твоих учеников были крутые результаты Ну, первое, что я передаю им полностью свой инструментарий Своё мышление Ещё какие-то всякие классные вкусные бонусы И также даю им примеры Мне вообще очень нравится всё делать через примеры Я как пример и мои гости Я пригласила на интервью девушку из Твери Лиза Кон Я её увидела в ВКонтакте, там, в новостях в паблике Знаешь, когда просто скроллишь вот это вот И узнаёшь новости откуда-то вообще непонятно откуда Я узнала, что это девушка из Твери Олеся, которая переехала в США И тоже в 2012 году начала не обучаться Начала делать маникюр сначала себе Потом своим друзьям бесплатно, родственникам Расширяя клиентов у себя ещё на родине И, в общем, сейчас она делает маникюр в частном порядке Таким селебрити, как Кали Дженнер Ким Кардашьян, Кейт Мосс, Хайли Бибер То есть девушка, которая могла своим интересом донести вообще так же аудитории Не стараясь особо, что даже из такого ремесла, как маникюр и педикюр Довести это до салона красоты в Америке И делать это таким мировым личностям Это же просто гениально И как раз мы записывали специально для своих студентов Это интервью, и, конечно, всех это подвергло шок Это здорово Это история, знаешь, вдохновения Которая, мне кажется, вдохновит любого человека Когда у тебя такой результат Да, просто можно всё И почему мы это пропускаем? Расскажи, как вообще сейчас познакомиться Или как найти какой-то классный, интересный проект Насколько это возможно сейчас? За счёт того, что у нас есть с вами реальная жизнь, которую не надо отвергать Это мир социальных сетей, где мы можем не просто сидеть, а что-то искать Изучать себя через какие-то интересы И чем мне нравится мир онлайна, что ты можешь в короткий срок найти эксперта Творческого или, наоборот, больше технического И сразу примерить на себя профессию И сразу же монетизировать свои навыки Потому что это свежее Это свежее Таким образом, я тоже, вот сейчас, находясь на Бали Нашла себе фотографа, визажиста, стилиста Меня? Да, Наташу То есть это люди как раз творческие Которые мне были нужны И в том числе, когда я буду делать новую съёмку Я всем плачу людям И как бы они нашли работу И я нашла, как проявить вот этот свой проект Который, собственно, у меня сейчас в голове Для того, чтобы также проработать свой стиль И закрепиться на рынке как супер уникальная личность Ну, короче, это всё работает И чтобы это пропускать мимо себя Возьми это Что-то тебе по-любому откликнется А как тебе лично удалось познакомиться с Максимом Костенко Который рисовал чудовищ для фильма Фантастические твари или где они обитают? Да, есть такой очень классный парень Макс Костенко С которым мы также познакомились Каким образом? Я просто ему написала Я тебе, Макс, привет! Слушай, у меня есть такая идея Вот у меня какие-то курсы Я выполняю большую миссию Вот это, к слову, как знакомиться, да? Да, ты просто написать Да, ребят, ты просто пишешь, как есть Честно Там, допустим, либо Слушай, мы так с тобой вообще там Похожи по вайбу Блин, давай поработаем Бесплатно или платно Мало ли там, что-то там у нас получится Давай попробуем Почему бы нет? У меня так все заказчики В принципе, как бы я их ухватила И я написала ему Я говорю, слушай, Макс Блин, ну вообще Я его узнала там 4 года назад Еще в Камеди Клаб Понимаешь? Вот эту вот мысль Я еще у себя в голове как-то отложила Я ему написала Нашла его тоже в инсте И типа, блин, давай запишем интервью Просто мне очень нравится твоя история И он еще такой, типа Блин, что я буду говорить одно и то же Я говорю, ты что? Во-первых, может кто-то о тебе не знать Давай-ка повторим А во-вторых, как бы Давай ко мне Там это было там Тут со мной Да, да И вообще очень удивительная история Это парень из Подольска И оказалось, что мы с ним живем совсем рядом Подольска это крупный город Московской области В Москве, в России То есть мы чуть ли там, знаешь, не на соседней улице Я такая, блин И это парень, который тоже там раньше работал в дизайнерской индустрии То есть там совсем, ну там чуть ли не логотипы делал То есть это сейчас простыми словами Вы можете все о Максе узнать у него лично И чувак всегда мечтал рисовать каких-то монстров И просто рисовал для себя И выкладывал у себя на страничке в Фейсбуке В итоге кто-то это увидел Кто-то на него подписался Кто-то кому-то там передал уже без него И в итоге оказался там режиссер Или там кто-то еще из команды Кто снимал на тот момент фильм Фантастические твари, где они обитают Таким образом он там в итоге был задействован То есть вы понимаете, что может что-то За счет того, что вы просто проявляетесь Даже выкладываете, это простое действие Выкладываете свои работы Но по крайней мере вы заявляете об этом Хотя бы минимум Уже кто-то может сделать работу за вас Ну то есть это же удивительно И еще самая классная история Знаете, может быть кто-то подумает Что, блин, ну такое, наверное, не бывает И самый кринж, который я узнала Когда я поняла, что, господи, зачем мы ставим палки в колеса сами себе Макс рассказывал такую историю Что он то ли где-то в ВК, то ли где-то еще Просто увидел информацию о себе Что вот там парень из Подольска Рисовал там для фильма такого Для Диснея, для мира Гарри Поттера Он говорит, и я типа открываю комментарии И там просто какой-то фаршмак из разряда Да его и вообще не существует Это вообще какая-то придуманная история Он говорит, когда я прочитала это про себя Я понял, что люди верят в то, что они хотят Вы можете верить в то, что все легко, классно И придумать свой уникальный творческий путь Быть где-то первыми Потому что мы все разные А можете быть вот этими комментаторами Которые думают, господи, ну вообще как бы этого всего нет А можно жить в своем замкнутом мире Где все ограничено, где все опасно Где ничего невозможно И где огромное количество страхов Да, и денег не заработаешь 100% Давай, кстати, как раз поговорим об этих страхах Ведь очень многие мечтают Завести свой блог Делать запуски Начать проявляться Выходить в свет Начать продавать Начать зарабатывать Но Но внутри себе сказали Что все, уже все места заняты Уже все раскоплено Да кому это нужно и так далее Поделись, как ты Были ли у тебя такие страхи Когда ты начинала Когда ты делала свой запуск Когда ты забрала клиента Были ли они у тебя? У меня был такой страх Во-первых, есть еще один страх Что вот Как раньше уже не будет А хорошо бы как бы Как раньше Когда я только-только начала формировать Свои курсы То есть Это было все постепенно Человек мне написал Там самый первый У меня был тоже первый клиент На обучение Я там сначала В кафе преподавала Потом решила записать Мастер-класс И Знаете, такая Сделано все по красоте Все у нас дорко В общем Оплатила специалистов Мы сделали вот так Вот типа вот Мастер-класс Я такая там вещала Хотела все рассказать И в итоге Это был самый провальный Мастер-класс Он при этом еще был Самый дорогой В моей карьере Когда я вообще Там из своих денег Да Взяла Потратила И мне написала Две девушки Сказали, что Блин, ну мы бы хотели Конечно Там паре Туши Бьюти Только Нам зачем Вся эта информация И тут Ты можешь страх Взять и уничтожить Что ты Именно в Желание клиента Не попадешь Это сразу все исправить Сразу же все сделать И исправить А не вот ждать Думать, что ты Отстойный преподаватель Я взяла Перезаписала мастер-класс За 4 часа Просто экран Мне сказали, что это лучшее Вообще Типа Что таких преподавателей Везде Я такая Блин, классно Я могла Проблему И свою карьеру Спасти за 4 часа Полностью всю Я бы, наверное, сейчас так и не сидела Если бы ничего не делала тогда И еще у меня был страх Когда я уже записывала свои курсы Мне там покупало не так много человек Потому что я все сама делала И такая Типа Я сама Все Я все знаю лучше всех Вот это главная ошибка Я сама Я только одна Я лучше всех Никогда не надо в нее падать Да Ты не можешь знать все просто У тебя не хватит Ну У тебя не хватит энергии на все это Может быть, есть то Чем бы ты действительно Хотела заниматься И тут я встречаю продюсера Я помню Прошлая команда Говорит Насть Это те люди Которые забирают все деньги В общем Это вообще что-то непонятно И вообще сейчас рынок весь Он вообще Ну как бы там Непонятные специалисты Я бы на твоем месте Ничего не делала Я говорю Ну ты не на моем месте А я сделаю по-другому И за 2 дня Я через чат Где-то вот так вот Нашла продюсера Вылетела в Калининград Мы сразу подписали документы И когда мы сделали Первый запуск на 7 миллионов То есть у меня в голове Не было таких цифр Я помню, что у меня был стереотип Я такая Я могу зарабатывать только 200 Потом такая Ладно, только миллион И когда я сделала Свой собственный миллион Я такая Ничего себе Я могу И потом Когда мы с продюсером Сделали 7 Я такая Да, надо доверять людям Надо больше доверять миру Да, да То есть мы можем просто взять Сплюсовать это все И я такая Нихера себе Я вроде как крутая уже Ну то есть И мне сразу все рухнуло Я поняла, что Блин, это же здорово Те страхи, которые есть в тебе На самом деле Их не существует Это всего лишь реальность Это твоя проекция будущего Которая, возможно, никогда не произойдет Согласна Согласна с тобой Здесь абсолютно И полностью Потому что тоже Когда ко мне ребята приходят на обучение Они начинают включать Огромное количество этих страхов А вдруг никто не будет И так далее И знаешь, что самое интересное Когда они тормозят И не продают свои услуги А через 4 дня Они видят Как кто-то сделал то же самое Их такая внутренняя злость Внутри берет И я всегда говорю Вот она энергия У кого-то это энергия На состоянии удовольствия Типа я пойду и сделаю Потому что мне пайф А у кого-то это энергия Какого? Я сидела и тупила Другие уже взяли И начали делать Вопрос на что вы тратите Ваши страхи Которые есть сейчас у вас Не надо пытаться От них избавиться Просто нужно их признать И пойти вместе с ними Потому что может быть Ваши страхи Приведут вас К той заветной цели И мечте Которую вы хотите Совершенно верно Ну что Я тебя благодарю У нас на самом деле Сумасшедший дождь начался Поэтому мы вынуждены Уже заканчивать Наше интервью Чтобы вам было комфортно Нас слушать Я, Настя, тебя безумно благодарю За то, что ты сегодня Была с нами Я точно знаю, что каждый вынес для себя Что-то полезное Ребята, если у вас остались вопросы Вы можете писать их По этим интервью для Насти Настя с удовольствием вас Да, давайте, проявляйтесь Особенно те, кто находится В творческой нише И те, у кого есть Переживания и страха Как мне запустить свое обучение Или как мне найти крутых клиентов Обязательно нужно подписаться На мой YouTube канал И нажать лайк Если вам понравилось наше видео А мы с вами увидимся Уже в следующем видео Спасибо тебе огромное Спасибо за приглашение Спасибо, что пришла Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому